Клематис, княжик, княжики сорта, клематис сисиль. Сегодня мы продолжаем тему княжики сорта и поговорим о лучших сортах клематисов, о княжике сорта сисиль. Плавно, мягко, бесшумно подходит к нам Ее Величество весна, а мы с нетерпением ждем Ее и готовимся к встрече. А чтобы встретить Ее, что называется во всеоружии, наш сегодняшний разговор пойдет о клематисе сисиль. Если хочется еще больше красоты на участке, обратите свое внимание на клематис сисиль. Видя красоту княжика сисиль, всегда будешь пребывать в природе, черпать от нее вдохновение и жизненные силы и энергию. Кажется, что клематис княжик сорта сисиль рожден для любви и соблазнения. Вокруг него всегда присутствует ореол красоты, чистоты, гармонии, чувственности. Созерцая княжик сорта сисиль, ощущаешь сбалансированность, приносящую чувство успокоенности. Сорт клематиса сисиль старается делать все, чтобы угодить нам. Но для него тоже немаловажным является тот факт, чтобы он рос с ощущением того, что он любим и что он полезен вам. Клематис сисиль с течением времени приобретает гибкость, позволяющую создавать фантастические и невероятные формы. Все зависит только от вашего воображения. Клематис сисиль относится к группе Атраджена, княжики. Вид крупно-лепестной. Произведем в Великобритании. Цвет голубой с лиловым оттенком. Длина побегов у гняжика сисиль 2,5-3 метра, довольно длинные. Цветки средние или можно даже сказать крупные. Махровые, фиолетово-голубые. Группа обрезки первая, то есть зимует на опоре, не снимаем, не обрезаем. Морозостойкость очень высокая, третья зона. Время цветения апрель-май. Клематис сисиль крупный, махровый княжик, просто красавец. Цветки красивые, фиолетово-голубые. Цветет весной на прошлогодних побегах. С июня и до осени украшен пушистыми соплодиями. Выносит очень хорошо полутень. Очень морозостой и малотребователен к условиям выращивания. Идеально подходит для посадки у оград, камней, заборов, старых стволов, деревьев, кустарников и хвойных растений. Для вертикального озеленения его можно использовать, но также использовать и как почвопокровное растение. Выбирать сорта клематисов для сада следует весьма вдумчиво. Успешных нам с вами цветочных дел. Пожалуйста, кликните по ссылке и нажмите на кнопочку «Нравится». Этим вы поможете каналу развязываться, а другим клематисоводам ничего не забыть. С вами была Нина Петруша и канал Клематис ТВ. До новых встреч в новых видео о клематисах. С вами был Игорь Негода.